Хей! Всем привет, друзья! С вами Компьютерщик. И сегодня я хочу поговорить про свои мониторы. Меня спрашивают, что у тебя за такие странные, крутые мониторы, какой-то вот вертикальный монитор, как ты это сделал? И вот я хочу вам поведать эту историю и показать, как это делается. В общем, я долго сидел здесь за 17-21 дюймовыми мониторами и в конце концов купил себе такой вот на 27 дюймов. Он офигительный, он классный, мне нравится, он большой. То есть большой монитор, это очень здорово. И вот этот монитор, что это такое? По сути, это обыкновенный 21 дюймовый монитор. Но только я взял его и перевернул вертикально. То есть, если вы его перевернете горизонтально, он будет тут, как обычный монитор, вот такой же. По сути, это такой монитор. Просто если мы этот монитор возьмем и перевернем на бачок, он станет вертикально. И, соответственно, смотрите, в свойствах монитора вы можете всегда выбрать ориентацию. Ориентацию монитора. То есть, вот у меня выбран один. Это вот этот монитор, мой 27 дюймовый. И второй, видите, ориентация портретная, перевернутая. Вы можете всегда любой монитор как угодно перевернуть. Вообще, конечно, я бы себе даже хотел еще один такой поставить, но у меня это колонка. Может быть, я когда-нибудь сделаю себе два монитора, потому что это, на самом деле, очень удобно. Монитор в портретном режиме – это офигенная вещь, потому что он шире, гораздо шире, чем обычный. Вот этот даже 27 дюймовый монитор, он в полтора раза ниже. Соответственно, тут мы можем смотреть. Давайте, мы тут можем вот такие списки. Сюда я сейчас сижу, работаю, и вот такой список. Вот давайте посмотрим. До какой строки? Давайте я сейчас отмотаю в ноль. До какой? Тут у меня 54 строки помещаются, а тут помещается 32. Вы видите? 32 строки. Тут 54. То есть, это офигенный, классный способ, если вам нужно работать с текстами, особенно с какими-нибудь файлами большими. Вы пишете какую-то, не знаю, продажи, какие-то таблицы большие у вас, или вы пишете какую-нибудь научную работу, реферат, не знаю, все что угодно. Очень удобно. Вот источники литературы на одном экране, и вот вы на втором работаете. Так что я всем рекомендую вертикальный монитор в потребном режиме. Это реально классная вещь. И они очень дешевые. Сейчас вот эти 77-дюймовые мониторы, они 17-дюймовые мониторы, их можно практически бесплатно. Ну и 17-дюймовые мониторы, у меня тут 21-дюймовые. Чем он шире, чем больше диагональ, не обязательно даже, причем есть же разные соотношения сторон 16-9, 16-10. Вот, видите, такой, который длиннее, то есть, чтобы он чем выше, тем лучше. Но, естественно, как он у меня стоит еще, это большая вещь. Он у меня держится, видите, он у меня стоит, он у меня держится за счет гантелей. У меня тут лежит две мои гантели из детства, каждая по 2 килограмм. О, видите. И вот за счет этих гантелей, которые вот так вот лежат у меня, он у меня, собственно, держится. Эти гантели я положил в носки. Вот, но я все время всякие хитрости, лайфхаки придумываю. Вот, так что за счет носков они не едут никуда. Вот, эти две гантели, они держат этот монитор. Можно его поворачивать, кому угодно. Больше наклон, меньше наклон дел. То есть, они отлично держат. Вот. Ну что, друзья, вот такой вот у компьютера еще какой-то монитор. Даже не один, а целый два. Напишите, какие у вас. И давайте обсуждать всякие нестандартные, интересные конфигурации. Я думал себе в свое время сделать рабочее место, стоячее даже. Может, когда-нибудь я тоже этим займусь, в принципе. В этом нет ничего сложного. Можно даже про это видео снять. До новых встреч. С вами был канал Компьютерщик. Что такое штуки? Вопрос из зала. Вот этот монитор, у тебя есть на него обзор, что это там типа за модель? Да, вот этот монитор у меня есть. Ну, вот вы можете найти по названию, называть и яма. Да, вот название и яма. А вот этот просто старинный какой-то 21-дюймовый монитор Samsung, мне кажется, таких уже не выпускают. Спасибо. Да. Вопрос из зала тоже задавайте вопросы в комментариях, я обязательно на них отвечу. Собственно, это видео, это ответ на ваш комментарий. Мне человек написал, даже два человека написало, что у тебя за мониторы, расскажи какие-то необычные. Вот я для вас снимаю видео. До новых встреч. Пока.